Фламенко Технический аспект состоит в том, что на гитаре существует 4 глобальных способа звукоизвлечения. Первый способ это так назовем пальцевый способ. Сюда входит классическое, фингерпикинг, фингерстайл, то есть все, что связано с руками. Там классики играют. Это классическая? Да, это классическая. Это вот пальцы дергают, здесь зажимаются. Или, допустим, фингерпикинг. Фингерпикинг чем отличается в первую очередь? Ну, так, немножко. Другой щипок, как бы, да? Да, там пиццикаты они используют. Там вообще такая техника очень интересная. Она, конечно, отличается. Но все это пальцевый способ игры. Кстати, пальцевым способом игры играют и джаз, джо-пасс, допустим. Монтгомери, может быть, вы слышали, он играл вот этим пальцем и так далее. То есть, ну, все это пальцевый способ. Второй способ – это игра медиатором. Игра медиатором, она отличается тем, что вместо пальцев звук происходит от удара медиатором. Почему? Откуда вообще пошел медиатор? Он пошел от банджо. Потому что, когда люди в дикселендах играли… Банджо звучало очень тихо. Да, банджо звучало тихо. Вот, представляете, сейчас труба здесь дунет, и акустическое банджо пропадает. Поэтому, чтобы им вот этот треск создавать, они брали медиатор. Потом постепенно это перешло на гитару, в чикагский стиль и так далее. И на бас-гитару тоже пришло. Да, и они… Они начали играть, как бы… Ну вот такой стиль игры. И потом постепенно это перешло в чикагский стиль, потом в свинг, они начали… В конце концов, все это пришло к фингерпикингу. В конечном итоге это все пришло к фингерпикингу. Вот к этому вот. Ой-ой-ой. Кстати, многие металлические и хард-роковые гитаристы, я знаю, тоже используют фингерпикинг часто. Скажи мне, он чем-то отличается от… Вот третий способ игры – это комбинированный. Ну, как я его называю? Названий у него нет, но кто как называет в американской литературе. Там вообще такая неразбериха. Все авторы пишут, вот как в голову возбредет. Но лучше всего придумать такое комбинированное. То есть у меня и медиатор, и пальцы. То есть я могу играть… Следите за пальцами. Да. И в то же время… То есть самый прогрессивный, на мой взгляд, способ, когда у тебя участвует и медиатор, и пальцы. И ты в зависимости от ситуации можешь менять. Ну, некоторые очень быстро переходят на пальцы, вот так держат медиатор. И, в принципе, когда долго играешь на гитаре, то как-то оно… Выбираешь то, что тебе оптимально. Да, да. А, еще не все мы расскажем. Четвертый способ – это тейпинг. Вот этот… Собственно, непосредственно тейпинг, да. Необычный, так скажем, способ, который, в принципе, и он немножко так выбивается из общего контента, из общего… То есть это какая-то особая форма получается. Во-первых, с одной стороны, ты вроде на гитаре, а с другой стороны, ты играешь две партии, совершенно не связанные друг с другом. Если ты при помощи, ну, там, тех трех способов играешь, то есть левая рука у тебя зажимает, то есть она отвечает за вот эту звуковысотную часть, то вот правая за ритмическую. И вот получается, то здесь нарушается работа и головы прежде всего, что руки нужно, ну, переосмысливать всю вообще игру. Ну, я думаю, мы на этом еще остановимся в наших следующих блоках. Пока мы делаем такой вывод, что хороший прогрессивный гитарист должен владеть разными техниками и сочетать их. И дальше в нашей программе мы обсудим еще, как эта техника устроена. Также мы попробуем несколько гитар. Сегодня у нас тут гитары нескольких марок, они предоставлены нашим постоянным спонсором «Динатон». А также я напоминаю, что вы должны, даже не просто можете, а вы прямо должны задавать нам вопросы, потому что тема сегодня очень интересная. И звоните по телефону 645-9297. А также я обращаюсь к зрителям в зале, которые тоже могут задавать вопросы. И лучшие вопросы, естественно, будут вознаграждены ценными призами от «Динатона». Ну и прежде чем мы уйдем на рекламу, что-нибудь из двуручного все-таки напоследок. Уже хочется одноручным что-то сыграть. Давай-ка пока еще акцентируем на двуручном. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА